Мой папа покончил с собой. Вот это Питер, два года назад. Я очень скучаю по нему, переживаю за меня. Это значит, что он нуждается в вашей помощи, в молитве. Потому что он покончил не с собой. Вот сама формулировка неправильная, потому что мы воспринимаем жизнь через тело, через вот это тело. Но жизнь, она не ограничивается этим телом. Это легко можно доказать. Если папа покончил с собой, значит его нет. Если его нет, значит тогда откуда скука? Скучаю означает контакт. Если чего-то нет, то не о чем скучать. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Если папа есть, значит я его чувствую, происходит контакт. Но папы нет, значит я не о ком скучаю. Его нет, все, тю-тю. Папа покончил со своим телом. А в тонком теле и душа остались. Психика осталась, его психические функции остались. И ему нужна помощь. Когда человек так заканчивает жизнь, то в тонком теле жизнь продолжается. И ему нужно молиться за него, для того, чтобы он дальше пошел по своей судьбе правильно. Не жил, как привидение в тонком теле, и мучил родственников. Простил ли его Господь, или он мучается? Это можно понять через сердце. Вот вы спросите себя, если вы чувствуете, что ему тяжело сейчас, значит так и есть. Потому что, когда вы будете совершать молитву, вы сможете победить его плохую судьбу, и тогда он станет легче. Спасибо. Простил ли его Господь, или это невозможно? Понимаете, Господь, Он очень милостивый. Он гораздо лучше, чем мы с вами. Просто человек по себе всегда судит. Поэтому трудно понять, кто такой Бог. Мы страдаем не от того, что Господь строгий, а от того, что мы делаем глупости. Что касается родственников, то когда мы помогаем им своей молитвой, то всегда у них наступает облегчение. Это неизбежно. Повлияет ли его поступок на меня и на моих будущих детей? На человека влияет только его собственная судьба. Если вы будете принимать какие-то плохие поступки отца за основу своей жизни, тогда его судьба повлияет на вас. Но если вы правильно к нему относитесь, тогда ничего плохого не будет от того, что он совершил какой-то плохой поступок. Вы за его поступок не несете ответственность. Каждый человек за свой поступок сам несет ответственность. Мы только можем ему помочь. Но помешать мы никому не можем. Кроме как с помощью своего неправильного понимания вещей. Можем человеку что-то объяснить неправильно, и тогда мы ему помешаем. Поэтому очень важно общаться правильно с людьми на основе какого-то знания. Допустим, я с вами общаюсь на основе ведического знания. В данном случае мы говорим про закон Карма. То есть закон Карма говорит о том, что человек никогда не страдает за чужие поступки, кроме как если он за это не взял ответственность. Допустим, духовный учитель страдает за поступки своих учеников. Родители страдают за поступки своих детей, если они за них отвечают. То есть до совершеннолетия. А потом уже дети сами страдают за свои поступки. Ну то есть другими словами, без нашей воли мы не будем за кого-то страдать. Мы сами подписываемся под это, что мы отвечаем за человека. Все это на тонком плане является законом. Наши желания, наши мысли. То есть я поклялся жить с этим человеком. Значит это закон уже. Ты не имеешь права его нарушать. Часто люди не придают значения своим поступкам, желаниям. Думают, что это все фантазии. Но это не фантазии. Это правда, за которую придется страдать. Но вы не отвечаете за поступки своего папы. Поэтому почему дети ваши должны страдать за его поведение? Они же не несутся не в ответственности. Часто мы мнительно относимся к жизни. Думаем, что вот кто-то помешает мне быть счастливым. Это отступление от правды. У нас в сердце есть желание отступать от правды. Жизнь она очень строгая по своей природе. Часто люди хотят избежать правды и пытаются как-то так настроить себя, что вот правда она какая-то какую-то другую природу имеет. Что кто-то может мне помешать, помешать быть счастливым. Кто-то может меня сглазить, испортить, превратить, отворотить и так далее. Это все просто глупости. Потому что на самом деле человек сам является хозяином своей судьбы. Если я сам совершаю плохой поступок, за это мне приходится отвечать. Но есть три типа понимания вещей. Есть понимание в невежестве, когда я верю в несправедливость этого мира. Я верю в несправедливость этого мира. Значит тогда есть отворот, есть сглаз, есть тот, кто может мне помешать жить. Это означает, что я не понимаю, как устроен этот мир. Я хочу избежать наказания. Хочу на кого-то перевести свои проблемы. Кто-то виноват в моих проблемах. Допустим, часто так в семейной жизни бывает. Может, с женой общаются. И у кого-то из них плохое настроение. Ну естественно, трудно вот взять, просто сесть и помолиться своим плохим настроением. И его исправить своей же силой. Обязательно виноват кто-то другой в моем про настроение. Мы ищем как бы причину. Это естественно склонность искать проблемы не у себя внутри. Это поведение называется в страсти. Но вот невежество означает вера в несправедливость этого мира. Иногда мы в силу своей слабости поддаемся этой идее, что мы кто-то виноват. А иногда человек так всегда считает, что меня зомбируют. Я нахожусь под плохим влиянием и так далее. Это означает невежество. Человек верит в несправедливость этого мира. Хотя этот мир соткан за мной только справедливость. Мы страдаем только от своих проблем. Страсть означает, что иногда я хорошо отношусь к людям, иногда плохо. В зависимости от того, как невыгодно. Если мне выгодно плохо относиться, у меня плохое настроение, я плохо отношусь. Если выгодно хорошо относиться, значит я отношусь хорошо. Но благость означает только одну вещь, что я принимаю эту идею, что я сам виноват в своих проблемах. Что может означать появление вора в судьбе? Если принесли вред, вред, ущерб, как лучше на это реагировать? Вор появляется в судьбе, потому что мы сами воровали когда-то. И за это приходится отвечать. Реагировать надо нормально, но обязательно пытаться наказать преступника. То есть надо, если есть возможность, наказать, подать в суд там и так далее. Но не надо беспокоиться о потерянной собственности, потому что наказание это то, что положено переносить смирение. Если Бог милостив, то все вернется. Если нет, то если я наказан, значит тогда на ту сторону. Если я наказан, то значит тогда придется страдать. И когда я плохо начинаю думать на вор, это еще одно наказание. Контакт с невежеством дает развитие невежества. То есть надо простить этого человека, потому что он является властелином моей судьбы. Он надо мной властен сейчас, этот человек. Он делает меня, мучает меня. Я должен страдать из-за него. Это значит, что так должно быть. Я должен его простить, этого человека. Тогда мне уже становится легче. Когда человек прощает насильника, тот хочет что-то сделать с тобой плохое. Но он прощает и принимает ситуацию. Есть вероятность, что сам опасного ущерба, это ущерб, который наносится телу, не будет. Допустим, ты говоришь, пожалуйста, берите все, что вы считаете. Я думаю, если противник опасен. Если маленький мальчик пришел, хочет что-то украсть, можно его поймать за руку и отвезти к маме. Но если пришел дядя, он решил из пистолета. То надо сказать, пожалуйста, вот моя квартира. И отнестись к нему как к судьбе, к своей судьбе. Смиренно, спокойно, доброжелательно. Если судьба милостива, то он не будет наносить телесный ущерб. У каждого человека в сердце есть совесть. Убийцы это те люди, которые стараются глушить совесть. Но не всегда возможно заглушить, если человек ведет себя правильно. То есть мы можем протестовать судьбе только так, таким образом. Если человек по природе воин, мужчины бывают заниматься боевыми искусствами, то ему надо сражаться. То есть если есть противник, то погибнуть в сражении для него великое благо. Он попадает, очищается от грехов и попадает на высший планет. То, что я сейчас сказал, труднопонимаемая вещь. Труднопонимаемая. Но те, кто чувствует это, понимают, они знают, о чем речь. Это не просто уже. Жить ради будущей жизни уже не просто. Такое мышление не всякий человек может развить себя. С приходом зимы в городе все больше нищих. Проходя мимо, разрывается сердце от того, что хотелось бы помочь. Им намного больше, чем могу. Проходя чувствую, что мои 100-200 рублей просто крохи. Хочу помогать людям. Деньги и помощь. Если хотите помогать, носите с собой хлеб. Нищий это тот, кто нуждается в пище. Ваши 100 рублей ему не дадут крова. Для крова нужно в наше время очень много денег. Нищим по-любому придется жить непонятно где. Но если вы дадите ему хлеб, то он не будет покупать спиртное. Потому что примерно половина нищих просто пьяницы, которые деградируют. Поэтому самый лучший способ, в любом случае, нищий это тот, кто нуждается в еде. То есть хлеб это та пища, которая дает возможность выжить. Поэтому если вы с собой носите хлеб и даете нищему, то это 100% гарантия, что он не помрет с голоду. Больше вряд ли вы чем-то ему сможете помочь. Есть равный уровень личности, силы человека. То есть и была мать Тереза в Калькутте, которая тысячи бездомных детей и взрослых людей прилетила. И дала ему пищу. Потому что все люди жертвовали ей. И знали, что она дает, посвящая свои деньги, благим делам. Это то, чем должны заниматься бизнесмены. То есть когда человек извлекает прибыль, то он должен часть этой прибыли на благоустройство города определять. То есть надо заботиться о нищих, о престарелых, о бездомных детях, брошенных детях, инвалидах, тяжело больных людях. И тогда бизнес будет благословлен. То есть человек, который занимается бизнесом, будет иметь удачу в своей жизни. Учитесь помогать правильно. Можно ли женщинам работать судей? Как это влияет на ее характер? Характер уже такой. 8 лет отработала в судебной системе. Сейчас примейся, работаю в другом месте. Характер уже такой. Если вы работаете судьей, значит это ваша природа. Женщина может быть судьей. Здесь даже, по-моему, это Фемида, да? С весами. Женщина. Ну то есть, женщина может быть судьей, мать может быть судить человека. А женщина это мать. В современном обществе под женщиной воспринимать любовницу. Смотрите, есть дочь, есть мать, есть любимая. И в Священном Писании пишется, что когда женщина больше становится любимой, чем дочерью и матерью, тогда общество разрушается. Потому что, когда женщина дочь, она вносит спокойствие в общество. Когда женщина мать, она вносит спокойствие в общество. Но когда женщина не только с мужем любимая, а еще и на улице, тогда это вносит в общество хаос. Потому что, когда женщина рисуется перед людьми, то она крутит крыши мужикам. В обществе наступает хаос. То есть, семьи рушатся, мужчины спиваются и так далее. Энергия красоты женской это огромная сила, разрушающая разум человека, способная разрушить разум. Поэтому в древней культуре женщинам было запрещено соблазнять, рисоваться перед мужчинами на улице. Но мать может быть и судьей, и прокурором, и кем угодно. То есть, нормально, она может быть царицей, управлять стороной целой женщинам, и может руководить. Только по-женски это как мать, она дает милость, благословляет, наказывает тоже по-другому, с любовью. Мои сестры, рак второй степени. У меня есть Игорь, помощник мой, он здесь находится. Он дает консультацию по здоровью, бесплатную. Подходите к нему и задавайте такие вопросы. Если вы хотите к нам обратиться за помощью, то я все равно вам сейчас не помогу, потому что есть бесплатные консультации, в которых мы учитываем статистику, опыт накопленной работы с разными людьми. И вам, люди, которые дают консультацию, скажут вот сюда, скажут точно, где мы поможем, насколько, где мы не поможем. Поэтому, как бы, нет смысла сейчас мне об этом говорить, потому что у нас тематика лекции другая. Вопросов нет, только благодаря... Хотелось увидеть вас поближе. Мне тоже хочется вас увидеть поближе, разлученной. Когда люди дают знания и получают знания, это любовь выше, чем даже семейные отношения. Потому что она чистая, в ней нет грязи. Но это не то, что вот некоторые женщины думают. Прикинуть, что у него муж. Так и надо думать. Есть старшие, это как отец и мать. Старшие, как отец и мать. Мне тоже Господь иногда дает возможность увидеть вас поближе. Сегодня, когда я летел сюда из Краснодара, то, когда я сел на свое место, рядом со мной, на другом льду, сидела женщина, которая поздоровалась со мной и поблагодарила за лекцией. И так же спереди меня сидел мужчина, который тоже благодарил меня за лекции и поздоровался. А с этой стороны со мной сидел Игорь, мой помощник, врач, который летел. Получается, со всех сторон меня окружили близкие люди. Я как это суперлюкс. Люкс это когда побольше места в самом деле. А суперлюкс это когда как любимые люди и привет. Получается, атмосфера такая очень приятная. Я в этой атмосфере летел на самом деле. Но больше никто меня не знал во всем самом деле. Так Господь устроил, что все самые лучшие и близкие люди, они сильные. Как быть женщине, если муж ушел и не помогает? А средств существования нет. Искать работу или другого мужчину. Муж ушел, не помогает. Не нужно рассчитывать на этого человека. Нужно искать работу. И готовится выйти замуж. Женщина не ищет мужчину. Когда женщина ищет мужчину, она становится несчастной. Она худеет, у нее палые щеки становятся. Это не природа, женщина искает мужчину. Женщина не ищет мужчину. Она готовится замуж. Потому что женщине мужа ищет Бог. То есть что должна женщина не замужем делать? Она должна заниматься активной духовной практикой. Духовная практика это то, что настраивает сердце на то, чтобы расцветить и расцветать. То есть духовная практика означает счастье. То есть надо со святой святостью общаться, получать счастье, от этого расцветать. Когда женщина впитывает счастье, она расцветает. Женщина должна молиться Богу и готовиться к новой семейной жизни. Потому что если ее бросили, то она отработала плохую карму. Теперь ей надо готовиться. Надо простить сначала мужа, пока прощения нет, не будет другой семьи. Надо сначала опять же с помощью молитвы, потому что если ты не простила, это опять наказание. Надо с помощью молитвы снять с сердца груз от тех отношений. Нужно обязательно ждать какое-то время сначала человека. Годик себе сказать, я жду. Молиться за эти отношения. То если человек возвращаться не хочет, значит простить его. Молиться за то, чтобы Бог дал еще какого-то человеку другого. Надо понять все свои ошибки с этим человеком. Потому что просто так же не бросают, есть какая-то причина. Надо их осознать. И готовиться выйти замуж. Если вы чувствуете, что что-то не пускает выйти замуж, значит вы наказаны. Надо молиться, чтобы Бог дал знание о том, в чем проблема моя, почему я не имею права быть замужем. И с помощью опять духовной жизни, внутренней жизни, свое сердце настроить на чистый вот этот лад, в котором женщина чувствует, что она имеет право выйти замуж. Когда женщина чувствует, что она имеет право выйти замуж, она расцветает. Мужчины еще нет, но она уже расцвела. То есть она готова выйти замуж. Если она чувствует, что что-то не пускает, не дает, значит надо раскаиваться, очищать свое существование. В любом случае, женщина должна готовиться выйти замуж. Женщина не должна жить одна. Потому что женская природа быть, жить в семье. Близкие отношения – это основа женской природы. Не деловые отношения, а близкие отношения. Нужно ли в наше время проводить ритуалы для предков, предков, такие как корвение их, священное пищей, молитвы. За них достаточно. Слово «ритуал» идет от слова «от твоей мамы». Это значит «особая записка». Слово «ритуал» от слова «рита» санскритского происходит. «Рита» означает «ритм». То есть это вселенский ритм. Когда человек проводит ритуал, то он вступает в отношения с высшей истиной, с высшими силами, в гармонию с ними вступает. И мы же понимаем слово «ритуал» как что-то такое. Стукнулся три раза в пол, перед алтарем ритуал закончился. Ну то есть мы понимаем это как сухое какое-то бездумное мероприятие, в котором нет толку никакого. Просто что-то такое глупое, тупое, но вроде помогает. То есть ритуал — это осознанное, дающее знание человеку мероприятие. Например, когда человек молится за своего родственника в этой молитве, он понимает, что эта молитва нужна была. То есть он эту молитву совершает и видит сначала, что сердце — тяжесть, сердце — тяжесть. Потом молитва облегчает сердце, потом вообще легкость на сердце. И родственник даже может присниться и сказать спасибо, помахать ручкой и покажет, что ему у него все хорошо теперь. В сердце на сердце радость. Таким образом, ритуал — это действие, в котором мы не до конца понимаем, что происходит, потому что мы не видим тонкого плана. Но есть знание в каждой религиозной традиции, в каждом писании, знание о том, что этот тонкий план существует, и что молитва облегчает страдания человека, который ушел из этой жизни в следующей. Поэтому ритуал — это не бестолковое какое-то тупое занятие, это действие, направленное на любовь к родственнику. Настоящая любовь проявляется, когда мы привлекаем высшие силы в отношениях. Мы сами мало что можем друг другу дать. Все, что могли, мы уже дали. Но если мы думаем о чем-то возвышенном и молимся святости, святой земле, священному писанию, святому человеку, изображению Бога и так далее, тогда в этом случае мы помогаем реальному родственнику. Эта помощь облегчает сердце, потому что у нас сердце связано друг с другом. Эта связь не разрушается времени. Скажите несколько слов о своем отношении к желанию женщин искусственно через уколы и операции поддерживать красоту в старшем возрасте. Мужчина задал вопрос. То есть его как-то сильно беспокоят, похоже. Понимаете, все искусственное внешне может улучшить красоту, а внутри огрубляет. Я, допустим, разок очень сильно испугался. То есть я увидел женщину, какие-то у нее были непонятные губы. Вроде бы внешне они были очень красивые. Но мне было страшно на нее смотреть. Губы были холодными. В ней не было красоты. В губах не было красоты. Я понял потом, что это просто была произведена какая-то операция с ней искусственная. Если уродство конкретное на лице, то эта операция хорошо. Потому что в этом случае женщина как-то сглаживает свое уродство. Но если губы просто нормальные, но хочется их чуть-чуть поддуть, то тогда это приводит к тому, что женщина становится похожа на куклу. То есть она теряет себя в этом случае. Это касается любых искусственных частей тела. Но здесь еще одна из проблем. Допустим, если женщина вставляет искусственный пластик в грудь, то железы груди начинают апрофироваться. То есть ко мне одна женщина пришла, она говорит, что у меня нет функции материнской в плане кормления, потому что я ставила вот эти импланты. Но импланты со временем также увеличивают склонность к нежелательным процессам. Кроме атрофии самой железистой ткани, идут также возможности различных воспалительных заболеваний груди. Иногда даже онкология может возникнуть в результате этого. То есть организм не терпит вмешательства такого ради красоты искусственного, за исключением тех случаев, когда человек действительно имеет какое-то уродство. Ему нужно просто как-то нормально существовать. Бога не обманешь. С другой стороны, если женщина ведет здоровый образ жизни, она имеет хороший вид, более-менее. Но в пожилом возрасте не нужна внешняя красота женщине. Она должна заниматься духовной практикой, стать красивой в своем сердце. Когда женщина очень лощенно выглядит в 60 лет и с короткой юбкой, то это страшно смотрится. Не то, что это смотрится как-то, ну, может, кто-то скажет, может, красиво, может, некрасиво. Красота женщины связана, вот внешняя красота женщины связана только с одним фактором. Это возможность зачать, выносить и родить ребенка. Вот когда даже женщина просто еще не замужем, она красивее, чем та, которая уже рожала. Почему? Потому что, когда женщина родила, эта функция уже, ну, как бы, функция сделана, и внешняя красота женщины переходит во внутреннюю. Женщина всегда будет красивой. Просто внутренняя красота нужна для семейных отношений, и она переходит в глубину отношений, в семью. А внешняя красота нужна для создания семьи, потому что для того, чтобы семью создать, нужно привлечь человека. Вот эта привлекательность, этот сильный настрой женщин на внешнюю привлекательность, это, по сути, демонизм. Потому что это демоническая культура, чтобы женщина всегда была соблазнительной для всех. Потому что самая главная женская красота, это сердечная красота, внутренняя, должна предназначена быть для семьи. Но если женщина все время пытается внешнюю красоту культивировать, она будет, ей будет не хватать внутренних отношений. Поэтому так сейчас много разводов. Люди встречаются, женятся и разводятся. Почему? Потому что не хватает силы у женщины удержать отношения. Она не вкладывает в отношения, она вкладывает в внешнюю вещь. Мы пока не будем начинать лекцию. Ответ на вопросы продолжим, потому что зал не собирается. Кровки в городе. Мы чуть-чуть подождем минут 10-15. Согласны, да? Пока еще ответ на вопросы. Может ли женщина вне семьи развиваться? Женщина всегда развивается только в близких отношениях. Если нет семьи, значит можно развиваться в отношениях с подружками, с родителями, с родственниками. То есть в близких отношениях. Женщина развивается в близких отношениях только. Некоторые женщины думают, что когда они карьеру делают по бизнесу, они развиваются. Развитие для женщины – это близкие отношения. Если женщина не развивает близкие отношения, она высыхает. Ее красота тает, гормональные функции тают, отношения тают, сила внутренняя сохранять семью, рожать детей – и все это тает. Что, если женщина что-то другое поднимает под своим развитием? Развитие для женщин также означает сделать общество близким для себя, то есть стать матерью для всех, но это тоже опять женская крылья. Что делать девушке, если близкий человек живет в другом городе? Не приходят письма новые, где-то я и где-то ты. Пустые ящики и почтов. Приезжает за ней и не забирает ее с собой. Нужно ли девушке ехать самой? Конечно, нужно. Или человеку, нет у нее судьба? Вот это проверить. Верите и зайдете к нему в дом, скажете, я буду жить теперь здесь. Чего не забираешь, все в делу. Надо проверить, если он скажет, ну я не хочу на самом деле с тобой жить, я просто приезжаю, чтобы с тобой сексом заниматься, ну тогда вот и все, и все понятно останется. Надо приехать и разобраться с ним. Все же очень просто. Надо набраться силы, смелости. сначала как бы он предложения какие-то делает, предлагая отношения, но если отношения уже есть, дальше надо разбираться с ним уже. Если отношения есть, нет семьи, в чем дело? Отношения есть, нет семьи, в чем дело? сразу вопрос ребром женщины должна ставить. Или тудема, или судема. Не надо вариантов никаких, пробежутили. Это ваша проблема, вы дали мужчине так себя вести. А вот другая не даст так себя вести, она станет женой, а вы будете продолжать с ним строить отношения, любовницы. Жена это кто такая, которая ставит вопрос ребром, в чем дело? Чего хочешь от меня? Или замуж, или до свидания. Все, вариантов нет. В начале этого года, вот слово умерла из-за меня, ушла из жизни от рака почки моя бабушка, папина мама. В сентябре моя мама обнаружила рак груди. Месяц назад сделали операцию, моего папы сразу же две доброкачественные опухоли на почке и предстателе железе. У мамы, бабушки никогда не было гармоничных отношений. В сентябре я молюсь за родителей. В сентябре я начала кланяться, что мне еще сделать, чтобы помочь. Классно? Больше не надо ничего делать, надо продолжать сражаться. Сейчас часто бывает рак, причина заключается в том, что у нас есть тонкие каналы в теле, психические каналы, которые отвечают за работу организма. И когда они очень сильно забиваются, а забиваются они в результате депрессии, неудовлетворенности, отсутствия духовной жизни, отсутствия прощения, когда мы не раскаемся, не прощаем, живем в лении, в перенапряжении, много едим мяса, курим, пьем, все это увеличивает затруднение движения энергии тонкой психической организмы. В результате этой затрудненной энергии от депрессии, от отчаяния, ссоры и так далее, от того, что нет внутренней жизни, глубокой жизни человека. Человек получает вот эти хронические заболевания сначала, потом, это дальше усугубляется, когда тогда в организм попадает живое существо, агрессивно настроенное, которое начинает там свою жизнь новую. Если это существо попадает на тонком плане, человек заболевает психическим заболеванием, а если на грубый план он попадает, то человек заболевает раком. Это значит, что организм сам не может свое тонкое тело, пространство контролировать. Самоконтроль нарушен в результате того, что человек не справляется с судьбой. Он недостаточно сил вкладывает в то, чтобы победить свою судьбу. На внешнюю деятельность много сил уходит. Мы часто думаем, что работа главная в жизни, а работа это просто поддержание себя. Должен человек сильно упахиваться для того, чтобы там быть богатым и так далее. Это все само собой по судьбе приходит. Если у человека есть сила, он богатый. Некоторые думают, вот я разовью память, я буду выдающимся человеком, все буду помнить. Но вы никогда не разовьете память так, как она уже дается людям. Я в институте учился, у меня был знаком, он один раз читал, все запоминал. Не надо было пять раз читать, не десять раз надо было читать, чтобы что-то понять. А он за одного раза запоминал. И я никогда не разовью такую память. Зачем мне тогда на это убиваться, на это тратить свою жизнь? Человек не может приобрести способности, которые даются от рождения. Нужно принять свое положение в обществе, спокойно жить, без перенапряжения, свои силы отдавать на здоровье, на то, чтобы все счастливы, близки людей. Такая жизнь более гармонична. Поэтому жить в большом городе не очень гармонично. Люди, которые живут в большом городе, они променяли деньги на свою судьбу. Надо искать место, где поменьше людей. Там легче жить, меньше напряжения. Чем больше людей, тем больше напряжения. Атмосфера очень тяжелая. Часто люди болеют из-за этого. В Москве и Питере много женщин болеют без сводием, потому что это психическое напряжение не дает женщине зачать ребенка. Каменные джунгли тоже не сильно близко к природе находятся. Поэтому не всегда возможно быть здоровым человеком здесь. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok